Когда-то в этом здании звенел звонок и раздавались детские голоса. Здесь была первая школа. Затем размещался УПК – учебно-производственный комбинат. После масштабной реконструкции здесь поселится Фемида. В обновленном здании на улице Пролетарской разместится суд. Переустройство началось еще в феврале. Сегодня здесь шумит строительная техника и вовсю хозяйничают строители. Но объект не привлекал внимания горожан до тех пор, пока на территории не вырубили огромные ели. Валентина Павловна училась в первой школе и не могла равнодушно наблюдать, как погибают деревья. Выйдя из автобуса, я увидела уже падающую последнюю ель. Такие красивые ели росли. Мы все восхищались. Район Пролетарский, все, кто видят, они возмущены тем, что убрали такие красивые деревья. Ели пали жертвами реконструкции. Но строители объясняют – деревья убирали не по прихоти, а строго следуя проекту. Судьба елей была предопределена заранее. На бумаге они обозначены перечеркнутыми кружками. На стадии проектирования, проектировщиками было предусмотрено удаление существующих насаждений, которые находятся на месте будущего полного благоустройства. Вот здесь это отчетливо видно и показано. То есть там, где стояли снесенные ели, которые, в принципе, уже были поражены заболеванием, и они начинали высыхать. То есть на их месте предусмотрено полное благоустройство, устройство твердых покрытий из тротуарной плитки, в цветном решении. То есть, что позволит полностью изменить вид этой территории, приукрасить ее. Что написано пером, сегодня уже буквально вырублено топором. Кроме елок, убрали еще несколько деревьев. Согласно ведомости объемов работ, всего под снос должны были пойти 88 деревьев и 9 кустарников. Но этой же ведомостью прописаны компенсационные посадки. На месте старых будет высажено 111 молодых деревьев, 50 из которых – хвойных пород, а еще 12 кустов. Кроме того, решено оставить липы, растущие вдоль забора. Полагаю так, что архитектором было рассмотрено и принято совершенно правильное решение. Вот поэтому мы уже как строители исполнили то, что нам выдали для исполнения. Сегодня здание будущего суда больше напоминает руины. По плану строители должны полностью сдать объект в ноябре. Работы ведутся в плотном графике. Но старое здание то и дело преподносит сюрпризы. Не зря считается, что иногда новое построить бывает проще, чем отремонтировать старое. Новое строить всегда гораздо проще, чем реконструировать, потому что, как мы видим, здесь практически все рушится и строится заново. Если не ломается, то усиляется. Это сопряжено с большими трудозатратами, постоянно с принятием каких-то новых, неординарных конструктивных решений, потому что не все всегда проектировщики могут увидеть в реконструемых зданиях. Много есть скрытых работ, которые изначально не видны, но вскрываются в процессе ремонтных или работ по реконструкции. Поэтому достаточно сложный объект. Но что сделать? Мы должны построить и сделать из него изюминку, или не изюминку, а уникальное здание. С одной стороны, суд – это традиционное административное здание, но с другой – это объект с особым статусом и своими особенностями. Строгие требования есть к технической укрепленности, самого здания безопасно должно быть и на территории. Возможно, именно поэтому излишняя лесистость стала неуместной. Лидия Поттер, Олег Фиттнер, Телеканал Мозырь.